Премьера четвертого поколения Lexus IS принесла не только сам автомобиль, но и смену дизайн-философии марки. Теперь все будущие Lexus будут создаваться под заголовком Driving Signature, в вольном переводе водительская подпись. Для нас, обыватели, это значит, что японский премиум воспитает в себе более драйверский характер и внешность только часть этой программы. Хотя о водительском удовольствии Lexus твердит уже лет 10, многое и вправду сделано. Для издовой доводки автомобилей в японской Шимаяме построена новейшая тестовая трасса. Ее создатели, конечно, ориентировались на Нюрбург Ринг. Тем удивительнее, что четвертый по счету IS оказался не слишком новым. У машины сохранились и старая платформа, и каркас кузова, и гамма моторов. Хотя назвать рестайлингом то, что провернули японцы, тоже нельзя. Все кузовные панели совсем другие, а в процессе переделки модели 2013 года были перекроены форма дверных проемов и задние стойки крыши. В салоне скрыть обновленческую сущность седана оказалось труднее. Компоновка и форма передней панели остались прежними, хотя центральный тачскрин теперь стоит отдельно. Архитектура подвесок принципиально не изменилась. Спереди реализовано двух, а сзади – многорычажные схемы. Но вместо стальных передних рычагов появились алюминиевые. Также по замену пошли пружины, стабилизаторы и амортизаторы. И, конечно, Lexus поставили на 19-дюймовые колеса. Меньший размер нынче считается дурным тоном, хотя базовым версиям определены 18 дюймов. Линейку двигателей, как раньше, открывает двухлитровая турбо-четверка. Но трех с половиной литровый V6 на радость любителям атмосферных движков никуда не делся. Опять же, для трех с половиной литров доступен полный привод и пакет F-Sport, в который включен спортивный обвес кузова и слегка переработанный салон. А вдобавок можно заказать адаптивную подвеску, самоблокирующийся дифференциал и другие драйверские штучки. Главным рынком новому АЭСу маркетологи назначили США. Также модель появится и в других странах, включая Японию и Австралию. И только Европа, включая Россию, не сможет распробовать этот Lexus. Так что вопрос, куда теперь вешать передний номер, для нас не актуален. А за океаном, как известно, можно ездить вообще без него. Продолжение следует...